Салют, друзья, микрофон на Мистер Кей, и мы продолжаем историю полицейского Биг Диксона. Сейчас мы находимся на шоссе недалеко от Лос-Сантоса, которое полностью перекрыто с двух сторон. Всё из-за событий, которые произошли в прошлый раз, а именно мы перевозили опасных преступников в федеральную тюрьму. Но, как вы понимаете, довезти у нас их не получилось. По дороге было перекрытие дороги, и какие-то отморозки напали на наш полицейский конвой. В результате всё обернулось тяжёлой перестрелкой. Погибло много полицейских, погибло много гражданских. Вы посмотрите, какая ужасная ситуация здесь оборачивается. Перекрыта целая автострада, целое шоссе на выезде из города. Это на самом деле парадоксальный случай. Такого не было в истории Лос-Сантоса ещё ни разу. Уже более суток тут проводятся спасательные и следственные действия. Хотя спасать тут уже больше и некого. Вы только посмотрите, сколько мешков с трупами сейчас тут располагается. Сколько скорых помощь стоит, но эти кареты уже никому не потребуются. Разве что отгрузить все эти трупы в морге. В этих трупах находятся как раз-таки гражданские люди, которые передвигались на своих машинах и попали под шальные выстрелы этих преступников. Вы всё можете посмотреть в предыдущей серии истории полицейского Биг Диксона. Что нам нужно делать сегодня? Вот в чём вопрос. Здесь у нас в стороне располагается два мешка с трупами. И непосредственно в этих мешках лежат те самые зэки, которых мы перевозили. Но мы перевозили пять зэков, а мешков здесь только два. И всё потому, что три остальных зэка сбежали в неизвестном направлении, воспользовавшись нашей перестрелкой. И вы посмотрите, что происходит. Какой-то гангстер прибежал и угнал машину полиции прямо во время расследования. Что творится с этим городом и теперь таранит всех медиков направо и налево. Остановите его, чёрт побери! Он угнал машину для следствия! Именно поэтому Биг Диксон и пошёл работать в полицию. Потому что беззаконие в Лос-Антосе сейчас зашкаливает. Эй, мразь, поднимай руки, куда ты собрался? Ты зачем угнал полицейскую машину? Явно он как-то замешан в этом деле и теперь пытается убежать в сторону Лос-Антоса. Я мог бы побежать за ним, но есть ли в этом смысл? Это просто какая-то уличная шпана. У нас сегодня есть дела поважнее. Как я уже сказал, среди беговых зэков находится отец Биг Диксона, которого он тоже должен был доставить в тюрьму. А ещё босс какой-то криминальной ячейки. То есть вы уже должны понимать, насколько важно нам сегодня найти этих заключённых и доставить их всё-таки до федеральной тюрьмы. На самом деле сегодня решится вся карьера Биг Диксоном, потому что именно он управлял тюремным автобусом и получается его делают виновным в том, что заключённые убежали. Никого не волнует то, что здесь была огромная перестрелка, куча погибших и так далее. В любом случае нам выдали собаку, которая должна помочь нам найти этих преступников, потому что без собаки искать их где-то в лесах нет никакого смысла. А также местного шерифа, параллельно детектива, который и должен будет их задержать. Что ж, пёсик, ты должен помочь сегодня найти Биг Диксону не только его батю, но и всех остальных заключённых. Я думаю, что стоит начать с проверки всех улик, которые здесь собрали. Итак, пёсик, обнюхивай эти пакеты, собирай всю необходимую информацию. Он определённо должен учуять хоть какие-то запахи, которые выведут нас наследно. Наверняка эти заключённые уже успели разделиться, но будем их искать одного за другим. Ну что, есть какая-то там зацепка? Что ты успела чуять? Собака начала активно лаять, и кажется, она поймала какой-то след. Она смотрит в том направлении, а это значит, что один из заключённых 100% отправился в Бига куда-то наверх. Что ж, нам нужно искать тогда здесь любые улики, которые он мог оставить. Возможно, он ранен, возможно, здесь есть клочки одежды, либо любые следы. Пока что дождей не было, и вот пока не пошёл дождь, нам нужно успеть найти этих заключённых. Так, собака, давай, обнюхивай всё, что здесь видишь перед собой. Если что-то будет, сразу гавкай, мы поймём, что ты что-то нашёл. Постойте-ка, кажется, здесь в кустах я что-то вижу. Огромный кровавый след. Так, собака, давай, обнюхай его. Возможно, этот след принадлежит одному из заключённых. Они не могли уйти просто так из этой перестрелки, не получив каких-то ранений. И вот, пожалуйста, огромное кровавое пятно. Беглый зэк явно не мог далеко убежать, если у него было пулевое ранение. Собака, вынюхивай это дело, а нам нужно взять, я думаю, машину, потому что непонятно, как далеко мы сегодня будем двигаться. Пешком отправляться нет никакого смысла, на машине мы будем гораздо быстрее. Неподалёку от того места, где мы нашли кровавое пятно, есть всего лишь парочка строений. И вот одно из них. Заключённый вполне мог спрятаться здесь, если получил какие-то ранения. Здание вроде выглядит заброшенным. Здесь находится какой-то сарай с трактором, но если тут стоит трактор, то значит тут всё-таки кто-то живёт. Я думаю, нам нужно поговорить с владельцем, но главное быть на чеку и сохранять бдительность. Давайте попробуем постучаться в этот сарай, может быть нам кто-то откроет. Полиция, открывайте, есть пару вопросов. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахер. Я ещё раз повторяю, это полиция. Если вы сейчас же не откроете, мы вынесем эту дверь нахрен. Ага, открыл всё-таки. С этого и надо было начинать. Пёс, будь на готове, обнюхай здесь всё вокруг. Сначала попробуем поговорить с владельцем этой фермы. Назовём это фермой, хотя это просто какой-то огромный сарай. Значит, уважаемые, показывайте документы. Посмотрим, как вас зовут, кто вы такой. Чак Йорби. Давайте его пробьём по базе данных полиции. Итак, Чак Йорби. Но, в принципе, за ним никаких проблем. Были какие-то штрафы, но он не в розыске, и с ним всё хорошо. Похож, вроде как, на добропорядочного, обычного работягу. Но никогда нельзя судить по первому взгляду. Уважаемые, вы видели здесь что-нибудь подозрительное? Пробегали ли тут какие-нибудь люди, например, во тюремной униформе? Вы поглядите, как поменялось выражение его лица после того, как я ему задал вопрос о людях в тюремной униформе. Это уже весьма подозрительно. Я думаю, что нам нужно повнимательнее осмотреть его ферму. Сэр, вы будете временно задержаны. Располагайтесь на землю, сидите здесь и не двигайтесь. Ясно вам? На землю быстро сел! На землю сел и сиди. Офицер, следите за ним. Мы попробуем осмотреть сейчас эту ферму. Пёсик, вынюхивай здесь всё, что только сможешь учуять. Если что-то найдёшь, сразу гавка. Я думаю, нам нужно приготовить оружие и внимательно здесь всё обойти. Мы не заходили, как минимум, в этот огромный амбар. Я думаю, что нам нужно его осмотреть. Это полиция. Если здесь кто-то есть, поднимайте руки и выходите. Твою налево! Вы чё, прикалываетесь? Оттуда выбежал только что зэк. Чё ты стоишь, что поднял пушку? Пёс, чё ты его не ловишь? Быстро в машину. Нам нужно догнать этого заключённого. Залезай в тачку. Диспетчер, мы нашли первого подозреваемого в побеге. Следуем за ним. Пёс, оставайся здесь, проследи, чтобы этот фермер никуда не убежал. Он прятал бегового заключённого у себя в амбаре. Возможно, не по своей воле, конечно, но тем не менее. Гражданин, вы находитесь в бегах. Немедленно остановитесь и поднимите руки. Иначе мы откроем огонь на поражение. Нужно заставить его поднять руки. Чёрт, он продолжает от нас убегать. Вот здесь мне собака бы не помешала на самом деле. Ничего себе! Собака нас догнала. Так, посмотрите, с какой бешеной скоростью она бежит. Это наш шанс его поймать, но нам нужно поймать его исключительно живым. Поднимай руки, чёрт тебя дери. У нас и так два зэка погибло, но он бежит прямо к федеральной тюрьме. Не самое лучшее место для побега ты выбрал. Остановитесь! Немедленно! Да неужели? Остановился и поднял руки. И вот ради этого ты проделал такое большое расстояние, чтобы я просто так за тобой гонялся. Ты чё, издеваешься надо мной? Получай разряд с шокером. И теперь поднимай руки, будем тебя арестовывать. Ты понимаешь, сколько людей тебя тут ищут? Это огромный срок к твоему будущему аресту уже тебе приготовлен. Арестовываем этого мерзавца. Первого заключённого мы в принципе поймали без каких-либо проблем. Он прятался в амбаре буквально рядом с тем местом, откуда сбежал. Странно, что его не нашли до этого момента. Диспетчер, пришлите сюда тюремный транспорт. Нам нужно забрать первого заключённого. У нас ещё два зэка на свободе. Между прочим, один из них отец Биг Диксона, а второй опасный криминальный авторитет. Именно их нам и придётся сейчас искать. А это, это так, уличная шпана какая-то. Отряд поисков ЭУ-2. Только что видели подозрительного человека около ветряных установок. Езжайте туда и проверьте. На месте вас будет ждать вертолёт. Пока мы тут патрулировали соседние дороги, диспетчер сообщил то, что видели подозреваемого около ветряных установок. Я так понимаю, речь идёт именно о тех ветряных установках. Что ж, включаем сирену и сразу выдвигаемся туда. Давайте искать вертолёт, который поможет нам подняться в воздух. А вот, кажется, и он. Стоит понимать то, что здесь огромные пустые пространства рядом с этими ветряными установками. И заключённого будет гораздо проще найти именно с воздуха. Да, они не успели убежать слишком далеко с места, где был совершён непосредственно побег, но каждая минута простоя будет стоить нам, считайте, километра новых поисков. Хорошо, давайте загружаться в вертолёт и будем взлетать. Но посмотрите, это совершенно другое дело. Отсюда видно гораздо больше. Если здесь кто-то и бегает, мы сразу его увидим. Вон, пожалуйста, там уже есть какие-то подозрительные люди снизу. Давайте попробуем посмотреть на них поближе. Кто это такие тут стоят? Похоже просто на работников этих электростанций. Ладно, ладно, они нас не интересуют. Давайте тогда осматривать соседние территории. Главное летать тут поаккуратнее, потому что тут огромные ветряные установки с большими лопастями, которые запросто могут опрокинуть наш вертолёт. Кажется, я что-то наблюдаю. Человек в оранжевом комбинезоне, тюремном комбинезоне по первому взгляду бежит с вами голову через эти ветряные остановки, а сейчас спускается вниз и пытается скрыться среди деревьев. Да, это определённо заключённый и судя по всему это батя Биг Диксона, который пытается сейчас сбежать от этого вертолёта, но от вертолёта просто так не сбежишь. Это полиция Лос-Антоса, вы подозреваетесь в побеге, немедленно остановитесь и поднимите руки. С вертолётом мы конечно мало что можем сделать, но по крайней мере мы не упустим его из виду. Он сейчас находится идеально ровно под нами. Мы можем попытаться приземлиться и перехватить его либо подождать какой-нибудь помощи. Но сейчас он бежит по горам, по лесам. Сюда не пройдет ни одна машина. Нужно дождаться, когда он совершит какую-то ошибку и выйдет хоть на какую-то дорогу, куда смогут приехать полицейские. Так или иначе диспетчеру мы уже передали информацию то, что видим второго беглого заключённого. И самые умные зэки на самом деле попались, потому что за это время они могли хотя бы снять свои оранжевые комбинезоны. Да, раздеться до трусов, найти любую другую одежду. Но они все бегают и просто маячат своим видом, что я сбежал из тюрьмы. Куда ты направляешься? Я вижу, что он направляется к каким-то промышленным зданиям, которые находятся там. Я думаю, пора приземляться и брать всё в свои руки. У меня есть только один вариант, как можно его остановить. Это сшибить его с ног. Всё, десантируемся. Работаем как спецназ. Поднимайте руки. Немедленно поднимайте руки и на землю. Фух. Батя. Батя Биг Диксона, до чего ты дошёл? Ты мог просто отправиться в тюрьму, а теперь в результате тебя твой сын ловит второй же раз. И второй раз твой сын тебя будет отправлять в тюрьму. Ну ё-моё. Ладно, надеваем на него наручники. Вы арестованы, вы имеете право хранить молчание на адвоката, на всё это дело. Но знаешь что, Батя, я думаю, тебя нужно как следует проучить. Поэтому врежем тебе, чтобы было неповадно. Диспетчер, пришлите сюда патрульную машину, нужно забрать второго заключённого. Он получил небольшие ранения, возможно, нос сломал, но в целом жить будет. Поисковый отряд Л-2 это диспетчер. Нам поступило срочное сообщение о том, что последний подозреваемый в побеге прячется на пристани, рыбацкой пристани. Мы высылаем все подразделения туда, срочно отправляйтесь, там крайне опасный преступник. Последний подозреваемый на рыбацкой пристани. Мы не можем здесь сидеть и ждать тюремный транспорт. Батя Биг Диксона и так валяется без сознания, вряд ли он уже куда-то убежит. У нас здесь из транспорта остался только вертолет, поэтому залезаем и летим к этой рыбацкой пристани. Стоит понимать, что из всей этой компашки именно последний заключенный самый умный и самый опасный. Мне сообщили, что группа спецзахвата уже добралась до места и мне нельзя использовать вертолет, чтобы не спугнуть этого заключенного. Там намечается что-то очень серьезное, поэтому нам нужно приземлиться здесь и дальше двигаться пешком. Стоит понимать, что Биг Диксом пока что все еще обычной рядовой полиции и мы в принципе не должны принимать участие в подобных задержаниях и спецоперациях. Но опять же из-за того, что по нашей вине сбежали заключенные якобы, хотя я с этим совершенно не согласен, мы должны принять в этом хоть какое-то участие, иначе Биг Диксона уволят. Как бы там ни было, именно мы сегодня задержали уже двух беглых зэков, так что я готов отдать последнюю работенку профессионалам. На место успела прибыть группа только спецзахвата, как я вижу, и судя по всему но где находится этот зэк? Вероятно, он где-то на пристани снизу, давайте попробуем через бинокль осмотреться и понять, что у нас здесь за ситуация. Я вижу уже как минимум один огромный буксир, вероятно, именно на нем этот босс криминальной структуры и собирается сбежать из Лос-Антоса. И снизу я наблюдаю несколько людей. Если я не ошибаюсь, люди в такой же одежде, с такими же лицами нас атаковали, когда мы доставляли заключенных в федеральную тюрьму. Значит, этот человек в черной одежде именно тот, кого мы должны поймать в последнюю очередь. Единственный умный зэк, как вы видите, переоделся из тюремной робы. Сразу видно босс криминальной структуры. Но они совсем скоро будут отплывать, нам нужно что-то делать. Мужики, я, конечно, не хочу лезть не в свое дело, но если они сейчас уплывут, мы никого не поймаем. Так что, мы что будем предпринимать, или так и будем стоять тут и мять булки? Ё-моё, они оружие достали резко. Ладно, всё, парни, я вас не злю. Я вас не злю, начинается видать штурм. Чё там началось? Слушайте, я в это дело как-то лезть не хочу. Тут работают профессионалы, пусть профессионалы этим делом и занимаются. Нихрена себе! Там кто-то с ракетницей стреляет. Ладно, знаете что, я, пожалуй, здесь посижу. Парни, давайте, работайте там, зачищайте этого, получается, последнего зэка. Те зэки даже и не сопротивлялись, если так подумать. А тут у нас какая-то реально бойня начинается. Чёрт, один из спецназовцев загорелся, все спецназовцы загорелись, их вырубили из РПГ. Парни, парни, а как же, а как же задержание опасного преступника? Нам нужно что-то сделать, остался, получается, последний спецназовец и это ваша штурм-группа. Вот это ваша штурм-группа, которая должна задержать самого опасного из этих беговых зэков? Я поражаюсь просто с этих людей. Кого они отправили на это задание? Вы посмотрите, какой здесь пожар разрастается, нам бы не загореться. Что ж, получается, нам всё нужно делать собственными руками. Давайте смотреть, что они успели тут предпринять. Вижу, как минимум, одного убитого, вижу второго убитого, один из зэков находится там, там кто-то у нас бегает, кто там бегает? Это мой напарник, это мой напарник, детектив, который только что загорелся. Младшет, огонь обойти, пожалуйста. Слушайте, ну один спецназовец всё-таки выжил. Я не вижу людей, которые тут стреляли, видимо, они всё-таки успели их убить. У них были РПГ, у них были автоматы, и хоть этот штурм был не таким, как я его представлял, они со своей задачей вроде как справились. Осталось только найти непосредственно бегового заключённого. Гражданин, поднимайте руки, вы подозреваетесь в побеге из тюрьмы, из-под стражи. На землю ложитесь аккуратненько. Есть у вас ещё какое-то подкрепление или нет, что хотели сбежать отсюда на этой лодочке. Знаете что, я думаю, что в этой ситуации на всякий случай сюда лучше вызвать подкрепление в виде дополнительных штурмгруппы и, в принципе, все патрульные машины. Диспетчер, присылайте сюда всех, кого только сможете. Я в одиночку задерживать не буду. Кто знает, сколько у него здесь ещё помощников. Ты пока валяйся на земле, сейчас к тебе приеду. Эх, что с тобой случилось? Что с тобой случилось? Эх, его контузило? Его контузило? У тебя что, инфаркт случился на задании? Камон, ты что, издеваешься? Какой инфаркт на задании? Он просто взял и сдох. Ещё и нога вверх у него теперь торчит. Ну ладно, главная штурмгруппа прибыла, по-моему, вызову. Парни, помогайте мне. Вот он, вот он, он, он был здесь. Он был здесь. Парни, я, я вам отвечаю, он был здесь. Я отвернулся буквально на секунду. Что это был, блин, за фокусный трюк? Мой напарник помер, а заключённый, которого я задерживал, тут же испарился. Он же не мог просто взять и исчезнуть. Патрульный Биг Диксон, вас срочно вызывают к начальнику полиции. Я абсолютно не понял, что только что произошло, но начальник полиции хочет немедленно видеть Биг Диксона, в своём кабинете.